Временно исполняющий обязанности главы Чувашии побывал на заводе строительных материалов и в открытом акционерном обществе Тиктельмаш. Михаил Игнатьев интересовал о развитии производства и социальная политика предприятий. Вот уже более 80 лет предприятие производит самый необходимый строительный материал – кирпич. Вся продукция изготовлена с использованием современного оборудования из местного сырья. Чебоксарский завод строительных материалов выпускает около 55 миллионов керамических кирпичей в год. И реализует его не только в Чувашии, но и в соседних регионах. Но экономический кризис внес свои коррективы в работу предприятия. Рынок сбыта керамического кирпича резко упал. У нас сравнительно с прошлым годом, этого же периода, где-то процентов на 30-35, реализация стала ниже. Проводим рекламные акции, делаем на большие объемы скидки, работаем по бартеру. При поддержке республиканских властей предприятие несколько лет назад получило субсидии, чтобы частично модернизировать оборудование для производства стройматериалов, как результат уменьшения расходов и улучшения качества. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев ответил на вопросы работников завода. Одно из ведущих машиностроительных предприятий республики «Текстильмаш» производит ткацкие станки для выработки тканей из пряжи всех видов. Проблем, как и у многих заводов, хватает. Однако это не мешает разрабатывать новые машины. Мы сейчас очень много работаем по пневматическому станку. Это, конечно, там скорости гораздо выше. Если наш, допустим, с микрочелноком работает, это 300-350 оборотов, то там где-то 600 оборотов. Это то, что востребованы на сегодня крупнейшие комбинаты России, которые работают на бытовые ткани. «Текстильмаш» входит в группу компаний «Техмаш Хоудинг». Сейчас предприятие изготавливает ткацкие станки для турецких компаний. Еще один крупный заказ – чугунные тюбинги для новых станций московского метрополитена. Специально для этого создано 50 новых рабочих мест. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что правительство будет и впредь оказывать поддержку промышленным предприятиям в сложившейся экономической ситуации. На сегодняшний день через фонд поддержки промышленности выделяются субсидии на оформление кредитных ресурсов. Кредитные ресурсы для данной коммерческой организации будут удешевляться. Это решение только принято. Сам механизм будет еще вырабатываться. Это мы ощутим практически через месяц, может быть, через два месяца. Работники завода смогли задать волнующие их вопросы. Ни один из них не остался без внимания. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.